Как быть токсичными людьми? Об этом я спрашиваю достаточно часто, и ответ у меня один. Не будьте с ними. Для того, чтобы не быть с ними, нужно уметь их идентифицировать. И первое, что вы должны понимать, что это, как правило, проблема с амигдалой. То есть этот человек или очень раздражительный, или очень тревожный. То есть его может всё раздражать, он устраивает скандалы и так далее, или он всего боится и требует большого внимания к себе в этот момент. Вообще, внимание к себе — это вторая важная вещь, которую вы должны иметь в виду, если человек постоянно говорит о себе, о том, что для него важно, что не важно и так далее, это опять же токсичный человек. Ну и токсичным человеком будет являться тот, который в других людях видит одни недостатки. Итак, агрессия, страх, внимание к себе избыточное и неприязнь другим людям — это основные критерии токсичного человека. И избегайте токсичных людей. Как вести себя с токсичным человеком? Меня часто об этом спрашивают, потому что, к сожалению, токсичных людей вследствие общей глупости и всеобщего нервно-психического напряжения становится всё больше. Но здесь правил на самом деле немного. Первое правило, которое вы должны запомнить — токсичный человек постоянно отправляет во внешнюю среду большое количество всяких разных провокаций. Он провоцирует окружающих людей на ответную реакцию. Это даёт ему возможность дальше действовать, двигаться и что-то свершать. И если вы ведётесь на эту удочку, то есть он вас как-то раздразнил, и вы на это стали реагировать, то всё, пиши, пропало. Дальше вы уже попали в этот патологический такой континиум отношений. И вторая важная вещь, которую нужно понимать про токсичного человека, это не надо рассказывать ему лишнюю информацию о себе. Чем больше у него есть знаний о вас, тем больше разных сложных провокаций он придумает для того, чтобы вас травмировать. Берегите себя. Сегодня у меня третий, самый важный пост про токсичность. Все любят этот термин, потому что он так просто объясняет. Раньше это называлось вампиризмом, теперь называется токсичностью, вроде бы как более научно. На самом деле никакой научной подоплёки в этом нет. Действительно, бывают люди, которые плохо адаптированы к жизни и от которых мы страдаем, и мы совершенно не обязаны это делать. С другой стороны, всех называть токсичными и пытаться найти токсичность в каждом – это большая ошибка. Ищите в других людях то положительное, что в них есть, и то, с чем вы можете в этом человеке коммуницировать. Вовсе не обязательно другой человек полностью, во всех смыслах, может вам подходить. Но в каком-то может, если вы находите этот правильный коридор взаимодействия, этого часто бывает достаточно, чтобы даже казавшийся токсичным человек был для вас, в общем, неплохим приятелем. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова